В небольшой, но по-настоящему уютной самарской квартире заботливо накрыт праздничный стол. Участница войны Мария Семерина сегодня встречает гостей. В этом году ей исполнится 98, но события военных лет невозможно стереть из памяти. Мария Даниловна родилась в Таганроге. После того, как окончила школу, поступила в военный техникум и прошла подготовку к военной службе. Тогда участнице войны едва исполнилось 18. В гости к ветерану Великой Отечественной войны глава города Елена Лапушкина приходит с цветами. Мария Даниловна ждала и готовилась рассказать самые запоминающиеся истории тех лет. В семейном фотоальбоме множество снимков. Вот здесь она с девчонками. Полная надежда на будущее. Тогда все только начиналось. На этой фотографии с мужем, капитаном военной службы, дошедшим до Германии. Добавляет, только недавно познакомились. Потом они еще долго будут жить счастливо, воспитывая детей и внуков. А этот теплый портретный снимок сделан уже в мирное время. И от каждого изображения невероятная положительная энергетика. И чувство, что люди того поколения стремились побеждать во всем. Вот это вот, наверное, вы, да? Да. В 1943 году Мария Даниловна принимала участие в боевых действиях в составе отдельного батальона противовоздушной обороны. Вместе с боевыми товарищами освобождала Крым и завершала Мелитопольскую операцию. В декабре 1944-го получила небольшое осколочное ранение и проходила лечение в медсанбате. В Самару переехала в 1956 году в связи с переводом мужа в другой военный округ. За военную службу и многолетний добросовестный труд была награждена многочисленными орденами и медалями. 9 мая 1945 года вспоминается слезами радости. Такое забыть невозможно. Сколько сил, сколько здоровья и сколько воспоминаний об этом у нас почти у всех осталось. Я помню все хорошо. Что как было, что было. Всесторонняя поддержка участницы войны оказывается со стороны администрации города. 78-ю годовщину Победы Мария Даниловна встретит с семьей. И хотя на парад, который пройдет на главной площади города, по состоянию здоровья попасть не удастся, посмотреть его по телевизору за праздничным столом уже традиция. Для того, чтобы в очередной раз вспомнить о боевых товарищах Великой Победе и убедиться в том, что самый настоящий подвиг не предан и живет в сердцах каждого из нас. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...